Ребяшки, всем привет! Сегодня я оказался на сайте Decathlon, хотя мог сходить просто в локальный магазин, хотя он и в соседнем городке, но там бы я не нашел, по крайней мере, шоссейников и всего ассортимента. Дело в том, что филиалы Decathlon различаются и те, которые находятся в центре городов, вот как у нас в окружающих меня городках, там определенно по площади магазина меньше и, соответственно, ассортимент представлен ограниченно. Это касается в том числе и одежды. Но, конечно же, шуму надел новый ванрайзель RCR Pro на Red и Deep Access и сегодня как раз он станет звездой обзора и шуму надел он в том контексте, что оказался одним из самых дешевых велосипедов Pro Pelotone. И здесь, для тех, кто первый раз слышит про Decathlon, про ванрайзель, по моей информации, именно ванрайзель в России, по крайней мере, даже когда Decathlon был представлен, не особо продавался. И для вот таких людей скажу, что, в принципе, Decathlon это хорошо, но не лучше, далеко не лучше. Decathlon это дешево, но далеко не самое дешевое. Магазин, в котором, ну, удобно закупаться, потому что в нем все есть, то есть там реально полный экипп, все, что нужно, шлем, одежда, перчатки, там термухи. Кстати, что там по Decathlon? Я вроде как слышал, что там какое-то возвращение или переименование очередное. В конечном итоге Decathlon это, ну, Китай, и, ну, здесь найти какую-то альтернативу относительно, относительно несложно, потому что здесь основная тонкость Decathlon в том, чтобы все вот это организовать. Ну, давайте посмотрим, в принципе, на вот этот RCR и что он из себя представляет и какие альтернативы у вас есть по этому велосипеду. Давайте посмотрим, во-первых, на велосипед выглядит он, как и все остальные, то есть, ну, на Алиэкспресс такой силуэт можно найти просто вот так вот. Этот велосипед не отличается вообще ничем чисто визуально от всех остальных, максимально скучный. То есть, минимум здесь было инвестировано в краску, просто огромное название OneRiser и, ну, не знаю, круто это или нет, но все это просто мега скучно. Окей, значит, в плане, что в геометрии, что по краске, этот велосипед ничего из себя не представляет. Здесь я не могу дать пункт, который оправдывал бы стоимость. И да, не забываем про стоимость, 8,5 тысяч евро. Это нифига не мало, особенно для Decathlon. Ну, прикиньте, вы в дискаунтере, там, в пятерочке какой-то покупаете какие-то дизайнерские, не знаю, бананы, елки-палки за, без понятия, 10 тысяч рублей килограмм. Ну, тоже, наверное, какое-то неправильное, что ли, немножко позиционирование. И вот здесь вот то же самое, примерно для меня, то есть, Decathlon для меня это дешево, в общем и целом, да, глобально. Но вот здесь они предлагают велосипед за 8,5 тысяч евро. Посмотрим дальше, дешевле это на самом деле, как говорят западные журналы. Но посмотрим по кругу у нас Red Access с ваттметр версии, то есть, в звезде вот этот ваттметр, если звезда сносится, удачи вам в изнашивании звезды. Обычно это очень долго длится, но так или иначе, если звезда износится, тогда нужно будет ее полностью менять с доплатой на новую, тоже содержащую ваттметр. Там, по-моему, доплата в районе 200 евро будет, ну, немного, и если учитывать, что обычный каталец, ну, не знаю, износит такую звезду, если вообще, то лет за 5, а то и за 10, то это не настолько критично для меня. Колеса. А, и, да, забыл сказать, что группа, ну, Red Access, она уже не первый год на рынке, и цены сильно просели, да, мощно даже, я бы сказал. И здесь, ну, это не, это топчик до сих пор у SRAM, но скоро выйдет новый. По колесам тоже они от SRAM, здесь явно прослеживается какой-то, ну, какая-то договоренность между брендом Decathlon, OneRiser и SRAM. Здесь, соответственно, мы берем трансмиссию, мы берем, там, не знаю, что еще, но вот колеса как минимум, и вы нам даете еще большую скидку, да, автовую. Так, наверное, все это происходило, и именно так они, собственно, могли позволить себе финансировать профессиональную команду, для которой нужно тоже дохренища велосипедов. То есть здесь они сделали серьезную инвестицию и, соответственно, получили максимальные скидосы. Окей, Zip 454 NSV тоже не первый год на рынке, однако цена держится. В районе 2600 самые дешевые из магазина можно достать. Это довольно-таки легкие колеса 1300 с чем-то там, грамм, тюблис, и, я не знаю, профессионалы будут ли именно таких катать. Но, так или иначе, здесь это то, что, или основное, что делает, наверное, вот конечный ценник. Один из подписчиков рассказал, сколько эти вещи и трансмиссии, по крайней мере, стоят для магазинов. И, ну, это просто сущие копейки, я точные цифры называть не буду, но я даже не ожидал, насколько дешевой может быть электрогруппа Dura SD2, да, та же самая. Вот она, там, сколько, 3000 в магазине стоит, например, и сколько она стоит при покупке для магазина. Я просто был в шоке, насколько низкая эта стоимость, несмотря на то, что речь идет об электронике. А вот это вот, ну, рама, здесь, ну, вообще особого ума не надо, здесь никаких особых технологий не используется. Дальше вот посмотрим про как раз вот эти все технологии. Но, в общем и целом, вы видели байк, это не аэробайк, да, колеса определенно с высоким профилем, и, да, они, основную аэродинамичность, именно вот задуманную, составляет данного проекта от Decathlon. Но, в общем и целом, рама без претензий на аэродинамику. Дальше посмотрим здесь чисто по описанию, но, ну, понятно, что здесь, наверное, Т-800, даже карбон, рама и вилка из 100% карбона. Ну, мы где сейчас оказались, в 2000-х или что, где вот так вот пишут, типа, рама из карбона, все такие, вау, нифига, нужно брать. Нет, ребят, мы уже в 2023-м, где производители пишут фактически, какой карбон использовался, да, и зачастую это несколько видов разных волокон. И вот это все описывают, нет, они просто написают 100% в карбон. Ну, маркетинг, уровень бог, конечно. В размере M 6,9 килограмм, то есть это еще раз подтверждает, что байк не аэро. Обычно аэробайки тяжелее, хотя вот новый Propel, например, но я не считаю, что это максимальный аэродинамичный байк, но он весит вот примерно вот столько же. Стоит, однако, тоже овердохрена. Так, где-то здесь вот, ну, здесь вообще какие-то общие положения, вот здесь вот просто, ну, абстрактнее не могло бы и быть. Аэродинамика, рама и вилка тестирована была в воздушном канале, аэроканале и подтверждена. Что было подтверждено? Что, что велосипед обтекается воздухом или что? Ну, просто, блин, я не знаю, если вы прошлые обзоры смотрели на таких производителей, как Trek, Specialist и так далее, у них, ну, хотя бы какие-то, ну, какая-то фантазия была. Наш байк на 40 километров быстрее на 5 грамм, чем предыдущий. И вот пойми-то эти граммы быстрее на 40 километров. Ну, какая-то вот фантазия была, сказочность, да, какая-то мистика. Но это, естественно, просто, просто... Ты заходишь в такой магазин, говоришь, а, извините, вот этот велосипед, насколько аэродинамичен по сравнению с вот этим, этим. Ты весь список приводишь, рассказываешь немножко, и ассистент говорит тебе, да, тупо да. Да, он аэродинамичный. Мы проверили. Ну, это просто что-то с чем-то. Короче, есть две версии, RCR и RCR Pro. RCR Pro, понятно, сделали немножко потяжелее, не знаю, попшикали побольше лаком. Хотя, откуда там лак? Просто полностью черная рама, не знаю. Могли бы просто не красить, было бы полегче, не знаю. Меньше в плане дизайна от этого бы, дизайну бы не убыло. Это не до шоссер классический, то есть здесь можно уместить максимум 32 миллиметра, наверняка не от всех производителей, еще покрышку. То есть, несмотря на то, что этот велосипед используется с MTB, дисковыми тормозами, то есть тормозами, которые могут вместить херовую тучу миллиметров, то есть очень широкую покрышку. Здесь ограничили, у китайцев заказали, соответственно, под 32 миллиметра, то есть, ну это, ну куда это, зачем это? То есть, могли сделать реально универсальный байк и в этом плане хотя бы ценность байка увеличить. И вот эти 8500 евро, это просто овер до хрена для Декатлона, да, для Декатлона. И они не добавляют вот такую вот ценность для конечного клиента, то есть, чтобы он мог использовать ее вот сейчас, когда, ну по Германии, по крайней мере, листва лежит, куча листьев, да, вот этих полугнилых на велодорожках. И нужно что-нибудь пошире покрышку, позубастей и так далее. Нет, эту возможность Декатлон не оставляет. Это просто самый, самый большой момент критики. Да, собственно, разница в весе 40 грамм просто ни о чем. То есть, почему, зачем нужно брать RCR Pro? Реально, легче всего лишь на 40 грамм, и это еще плюс-минус 50. То есть, в самом плохом случае, ваша RCR-рама будет даже легче, чем RCR Pro, потому что у них погрешность 50 грамм. То есть, вот эти 40 грамм, они как раз в погрешности лежат. Вилка одна и та же, 380 грамм. То есть, они реально что-то с рамой сделали, потому что она на 40 грамм стала чуточку легче, но реально покрасили, что ли, поменьше. Но там явно не другие волокна использовались, потому что они нигде об этом не говорят. Ну и здесь дальше по геометрии, здесь тоже, конечно, есть небольшой плюсик, есть и в основном минус. Это в том, что, давайте посмотрим повнимательнее вот этот момент. Это не полностью интегрированная руль-вынос-двойка. Здесь фактически руль отдельно, вынос отдельно. Но, естественно, вам нельзя выбрать ни длину выноса, ни ширину руля. Но хотя бы можно купить другой руль, потому что он к выносу подойдет. Но это окей. То есть, это вот небольшой плюсик, о котором я говорил. Соответственно, вынос за вас уже все выбрали. Вот по размерам. Не знаю, в размере S 90 миллиметров. Хотя, допустим, если ты, опять-таки, гоняешь и берешь чуточку поменьше раму, то 90 миллиметров будет ни о чем. И посмотрим здесь про трансмиссию. Здорово. Про RED и TEP ACCESS, думаю, рассказывать не нужно. Потом здесь рассказывается про то, сколько ходит одна кассета. Здесь тоже откуда эти показания и зачем цепь у них держится 5000 километров. Но удачи столько проехать на дешевой смазке, с которой наверняка этот байк с заводской, наверное, смазкой он, собственно, поставляется. И удачи 5000 проехать. Кассета 10-12 тысяч. Ну что это такое? Здесь кассета стоит за 250 евро. Рэдовская 10 тысяч, серьезно, один сезон, что ли? Но нет, нет, конечно же, нужно беречь все это дело. Это все дорого стоит. И в идеале варить. На этом канале куча была, в принципе, всяких тестов. Не тестов, а инструкций. Тесты проводили какие-то независимые лаборатории, тоже о которых я говорил. Здесь про колес 58 миллиметров. Про покрышку Michelin Power Cup. Не знаю, почему именно такой выбор, наверное. Тоже была довольно-таки выгодная сделка или что. Хотя можно было GP 5000, но я могу себе представить, что Дегатлон, может, что-то французское. И поэтому Michelin. Кстати, Michelin из Германии уходит. Здесь невыгодно производить. И более полторы тысячи работников, по-моему, сейчас потеряет работу. Потому что энергия в Германии, все, что производится, все, абсолютно все, что производится, то требует энергии. Энергия в Германии одна из самых дорогих в мире. Соответственно, все это невыгодно в Германии производить. Спасибо правительству. Все, кто из Германии, из моих подписчиков, вы знаете, кого выбирать в ближайшие годы. И в некоторых землях уже в следующем году можно будет сделать свой выбор в более какой-то конструктивной плоскости. Так, в этом пункте нам расскажут про подсидел, который тоже выбран за вас. Вот это, кстати, вообще печаль. Видимо, он, посмотрим-ка на картинку. Он, да, он, конечно же, проприетарный. То есть вы, ну, если найдете того китайца, который вот эту раму вообще произвел, я уверен, что это open mold вообще стандарт, потому что мы вообще не парились, мне кажется. Но если вы найдете, то здорово, а если нет, то хана вам. Если что-то с подсиделом произойдет, или если он вам не подходит, тогда будут вопросы, как все это поменять, тогда. Седло физика Argo Ventum 00. Так, давайте посмотрим на вот это седло. Ну, что-то сверху не показывает, но мне кажется, это, да, одно из, ну, я бы не рекомендовал такое седло, то есть оно без ложбинки, по центру. Вроде все уже так делают, уже все это протестируем, но некоторые до сих пор предпочитают, и другое, ну, не знаю, сам физик делает тоже свои топовые седла из 3D принтера, с вот этой ложбинкой все-таки, и, ну, не знаю, зачем делать без этого. Педали, конечно же, нужно отдельно купить, ну, и так далее. Гарантия, я купил на этом канале, вы знаете, что гарантия очень важна. И, собственно, где этот пункт был, короче, 5 лет гарантии на вилку, а, ну вот, на вилку и раму. Давайте посмотрим альтернатив. Окей, у нас имеется Canyon, то есть вы реально позиционируете себя как такой дискаунтер, скажем так, ну, декатлон, продаете в андрайзере ваш, тот же самый Китай, абсолютно с отсутствующим полностью нафиг дизайном. И вот у Canyon даже, ну, марка тоже, которая продает импортер китайского, и думаю, не нужно на этом больше застрять внимание, но даже здесь, несмотря на то, что у Canyon нет никаких программ по кастомной покраске, даже здесь есть выбор между двумя цветами. И этот велосипед стоит именно сейчас на 500 евро дешевле, на Dura ST2 тоже на более новой системе, если хотите. И байк легче на, ну, не знаю, на 100 грамм, но вы видели, RCR Pro легче, чем RCR на 40 грамм, а здесь аж на 100, наверное, надо брать. Ну, если надо, то есть это, как по мне, ну, конкурент. CFR версия, это SLX, это даже не топ. CFR на штуку будет все-таки дороже, еще будет легче и так далее, но вот, в принципе, для меня кандидат в качестве альтернативы, и это Canyon, бренд, который, в принципе, будет больше цениться, елки-палки. Блин, ну, серьезно, ну, Декатлон, ну, они не позаботились ни о позиционировании, ни про аэродинамику, они вообще, по-моему, не знают. Они просто тестировали. Да я даже не верю, что они вообще тестировали. Что они там тестировали? То есть, ну, просто минус полностью. Этот байк, это минус. Rosebikes тоже. Bohmholt, там, где вы можете его забрать, ну, и по Германии, конечно, вы можете получить это по доставке. В Bohmholt проезжают люди из Голландии. То есть, если вы в Голландии тоже продаете ваш фанрайзер, то какой смысл покупать голландцу именно вот этот фанрайзер, если можно взять, смотрите, ну, куча всего, да и подешевле тоже гораздо. Посмотрим сейчас еще этот RCR обычный. Но вот заметьте себе, на Altegra D2 7,1 килограмм 6 тысяч евро. На 200 грамм тяжелее, чем вот от фанрайзера. Посмотрите, как он выглядит, как по мне, вообще нормально. То есть, ну, я не фэн определенный. Это все не до шоссеры. Я бы брал что-то типа Даманы, наверное. Ну, то, где можно поставить широкие покрышки. Но вот то же самое. Здесь без скидки. У Кэниена, вы видели, была скидка. Здесь без скидки X-Lite 06 Red Axis 6,9 килограмм на 300 евро дешевле. На Dura Ace, так вот, тоже 8 тысяч евро вообще. То есть, просто дешевле, да. Это не намного, понятно, но дешевле. И фанрайзер представил свои модели именно сейчас. И она дороже. Ну, как так? Посмотрим дальше. Lightning Air, тоже подписчик сейчас недавно получил или получит. Скоро, возможно, погоду будет сниму. Но Lightning Air C68X SLT мы видим рекомендованная стоимость 8 тысяч. То есть, еще, опять-таки, на 500 дешевле. Посмотрите, так, компоненты, что он весит 6,6. А здесь уже серьезный момент. Здесь уже 400 грамм. Ну, окей, 300 грамм. И это уже вам не хала-бала. Серьезно. Это Cube. Но выглядит он специфически. больше, как клаймбинг шоссер. Но, в общем и целом, это то, что вы получите. Ну, вы получите здесь больше велосипеда, определенно, чем у ванрайзера. И посмотрим финальное. SLC 2.0 от Winspace. Здесь, пожалуй, единственный бренд, который пишет Made in China. Прямо на рулевой. И это выглядит классно. Это выглядит не кринжово. А все остальные где-то рассказывают, что мы где-то... Мы... Ванрайзер говорит, мы где-то произвели. Мы в велотрубе протестировали, да. Ну, вот такое вот что-то. И посмотрите, вот здесь есть Edition, Anniversary Edition. Но отличный бренд. Уже не первый год на рынке тестирован. Куча людей. Здесь есть, опять-таки, версии для шоссе. Ну, то есть, на ободных тормозах, посмотрите. Но здесь вот такой минус. Я вот здесь вот сочетал. И, надеюсь, отвечу на вопрос, почему я не катаюсь на чистом, китайском, скажем так, на том же Винспейс. Но посмотрите, рама стоит полторы тысячи евро. А сколько она будет стоить мне? 2708. Это рама, которая дошла вот до моей двери, квартиры. 2708. И полторы тысячи превратили, да. Ну, вот, собственно, вот поэтому я на таком не катаюсь. Однако даже при такой стоимости я сосчитал по вот этим самым дорогим компонентам. Будет плюс-минус чуточку дешевле ванрайзер. Имеет ли это смысл? Ну, тоже мало, наверное. Но если хотите, то можно это все сделать. Окей, мы вернемся на страничку ванрайзер. Давайте уже коротко. Я могу себе представить, что видео уже до хрена длится. 7,2. То есть, у кого там розы чуть будет легче. Ну и посмотрите, ну это просто еще меньше. Видно, что это вообще, ну, хоть что-то. Что это не голая китайская рама. То есть, реально можно от Light Carbon или Carbon, да, купить, ну, там, кучу брендов за 700-800 долларов. Будет даже с пошлиной гораздо дешевле, чем вот это. Но это просто, ну, ни ума, ни фантазии. Согласитесь? Ну, просто какая-то, какая-то скукотища невероятная. И это то, что имеет смысл брать, на мой взгляд. И это, конечно же, вот эта штука на ободных тормозах, на Altegrady 2. И да, несмотря на то, что ценник здесь такой высокий, это лучше, чем то, что они вывели сейчас. И здесь, я не знаю, что они делали, чтобы сделать вес 7,5 килограмм. Наверное, поставили тяжеленные покрышки. Тоже, окей. Если с такой перспективы смотреть, за 4 тысячи на барахолке можно S-Works S-6 купить. Да не за 4, даже за 3. И здесь, по-моему, даже не Direct Mount ободные тормоза. Окей, даже это не могу 100% советовать. К сожалению, дорого, дорого, тяжелое. То есть, по всем параметрам, не конкурентный продукт получается. Это было все от меня на сегодня. Что думаете вы о велосипеде новом? О Decathlon OneRiser. Дайте мне знать в комментариях. Не забудьте написать, появился ли Decathlon у вас. Имеется ли он, может ли, до сих пор. Та-да.